Сегодняшнее учение, как мы реагируем на истину, Господь проговори нам. Спасибо за то, что ты открыл мои глаза наконец-то. После 20-летия, после служения пасторского, ты мне открыл глаза, увидеть, в каком народе я живу, в какой стране я живу и какие проблемы этой страны. Спасибо, что ты открыл эту тему, Господь, что ты доверил нам эту тему. Дай нам увидеть эту тему. Господь, дай, чтобы это не было просто ушения сегодня, чтобы это не было просто теория. Дай, Господь, чтобы мы сенили эту истину, чтобы мы держались, боролись за эту правду, и чтобы мы, Господь, стали людьми истинной, которые будут любить истину вечно всего, больше всего. Чтобы мы были, Господь, фанатами истины, Господь, чтобы мы познали, что ты есть истина, и чтобы мы дорожили истину вечно всего. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народу больше скачет. Считаем. Как мы реагируем на истину? Это тема сегодняшнего дня. Как мы реагируем на истину? Потому что как мы реагируем, также показывает о том, любим ли мы истину или нет. Те, которые любят истину, они по одному реагируют на истину, те, которые не любят истину, они реагируют совсем по-другому на ту же самую истину. Почему истина должен быть стандарт? Потому что это стандарт, который не от меня зависит, ни мной придуман, ни человеку. Эта истина должен быть стандарт, на который я равняю себя. Истина. Почему в Слово Божье есть истина? Я считаю Слово Божье, чтобы я мог понять, что во мне менять, какой корень мне надо выдохнуть. Поэтому мы считаем Библию. Мы не считаем Библию просто как религия. Мы считаем Библию как зеркало, которое только для того, чтобы измениться, позволит чтение Библию, хождение в церковь, слышание проповедей, это то истина, освящение истины, которое только для одной из целей, чтобы мне показать, где я еще не соответствую истине. Что и где, какой сфер в моей жизни не соответствует образу, стандарту. И как мне его менять? Оно мне открывает глаза, что во мне еще нужно менять? Смысл крестьянской жизни это меняться в образе подобия креста. Это меняться. Не насладиться, не музы, или как там по коже, мурашки переживать, не падать, и освобождение каждый день заниматься. Остановится образ, зомб креста. Не считаем. Жалеть. Главное в жизни человека не чувство. Если у человека рак, да, ему больно делать операцию. Шуство, жалеть. Я хорошо. Ну, давай, кудо-нибудь ко мне бегом. У человека рак, он говорит, что единственный выход, надо делать операцию, надо удалять. А он говорит, о, это же операция, Жак. А друг, допустим, женщина говорит, не, не надо его трогать, это не рак. Ну, это же больно на операцию, это же операция, это же рак, это же рак, это же рак, это же рак, но не жарко. Мы же тебе, зато будем желать. Зато будем желать. Слушаем, желая его чувства, он же хочет, чтобы мы его желали. Желая, это же не избавить его от опухоли. Не вылечить же его. Поэтому надо закрыть, сжать зубы и отправить человека на операцию. Так истина действует. Надо всегда говорить людям истину. Надо всегда желать, будет больно ему, но надо сжать зубы, сжать зубы и говорить человеку истину. Истина это то, что делает операцию, убирает опухол, убирает рак, убирает ложь, убирает несчастье, убирает смерть из нас. Поэтому, неважно, как люди реагируют на истину. И истину надо научиться высказывать, чтобы она стала хирургия, которая избавляет человека от разрушительной силы, которая называется ложь и неправда. Но сюсюканье и заглаживание ситуации. Еще раз. Пример. Если у человека рак, то нужно соглашаться на операцию, хотя окружающие могут начать жалеть человека. Но сюсюканье и заглаживание ситуации не избавит от рака. Если не вмешаться хирургу, эта опухоль убьет пациента. Если не сказать правду, все равно уничтожится. Ты его избавил от временной боли, но ты ему не помог. Ты не решил его проблем. Ты не гладил. Ни не избавил, он его проблем. Ты не желал. Ни не избавил, он его проблем. Ты его не любишь. Ты желаешь его, ты его не любишь. Ты любишь себя. Ты хочешь, чтобы он тебе сделал комплимент. Ты говоришь, он меня гладит, он меня любит, чтобы он о тебе плохо не говорил. Ты не хочешь, чтобы он обиделся на тебя. Ты себя любишь, ты не его любишь. Мы помогаем человеку только тогда, когда вырезаем опухоль. Это может быть больно, неприятно, но в этом исцеление. Только истина способна удалить опухоль. Корень всех зол – попустительство. Зачастую не хочется ранить человека, делать операцию без ножа, но именно это и вредит людям. Попустительство – это то, что губит наше общество. Политическую корректность. Ну, зачем? Ну, мне что? Больше всех надо. Ну, мне что? Ну, не поймут меня правильно. Ну, обидится еще. Попустительство. Боимся реакции людей, поэтому удерживаем истину. Но Бог-то видит. Мы больше боимся реакции людей, чем мы боимся Бога. Ну, что мы за народ такой? Иисус говорит, что мы боимся человека, который тело может убить, а душу не повредит. Блюже боится Бога, который и тело, и душу погубит. Надо любить истину, надо любить Бога, вещи, шефшало, вещи, какие обиды и реакции на наши действия. Главное, быть уверен, что я не поступил по правде. Все. Все остальное, Бог с ним. Но я знаю, что если я поступил по правде, по истине, он будет на моей стороне. Он-то знает правду. Даже если все не поймут. Пускай все не поймут. Он-то знает правду. Оправдает меня, в конце концов. Вот так надо любить истину. Пастор Сандей тоже вел себя так на протяжении 15 лет и убедился, что это не помогает людям, а уничтожает их. Я всегда думал, что это не массовое явление. Вот когда я вижу, допустим, человек лукавый. Вот, допустим, вчера, то, что мы делали с этими женщинами, я бы не делал раньше. Я бы сказал, ну, это просто его проблема. Но я-то не знаю, что вся страна так живет. 15 лет я пытался, ну, ну, заглаживать, ну, ну, может быть, это, ну, может быть, это просто право на ошибку. Может быть, это просто так. Ну, я неправильно понимал. Я не знаю, что, вот так все заглаживали. И пока это опухол раковый не заразило всю страну. Поэтому, если мы верующие не начнем говорить истину, не начнем высветить, то мы все заболеем. Я, конечно, завтра или послезавтра, я не знаю, какой день, мы еще расскажем, как правильно делать замешание, как правильно корректировать, как правильно исправлять. Мы это еще затронем, чтобы мы не превратили в, это самое, в палаши. Пастор Сандей тоже вел себя так на протяжении 15 лет и убедился, что это не помогает людям, а уничтожает их. Левит 19, 17. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Пример. Во время войны тяжело раненые всегда просят пить у врачей, но никто не даст им воды, потому что это убьет их. Иногда пойти навстречу пожеланиям человека, сделать так, как ему удобно, значит убить его. Наша задача говорить истину, потому что своими словами мы можем спасти чью-то жизнь. Иоанна 8, 32. Вы поняли этот пример по поводу войны? Раненый просит воду пить, потому что ему действительно нужно пить. Но врачи же знали, что если дать пить, он умрет. Ему надо реоперировать, чтобы дать до того, но нельзя ему дать воду. То есть не надо по жалости дать. Иногда мы можем пожалеть его, но он же просит воду. Но ты его убил. Надо делать то, что правильно. Надо делать то, что правильно. Не то, что человек чувствует в данный момент. Иоанна 8, 32. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Только истина прогоняет тьму. Я всегда удивляюсь, почему люди ходят в церковь, не меняют это? Почему люди в моей же церкви не спорудят на меня даже? А потому что они не хотят истину слушать. Все так заглаживают это дело. Не на проповеде, я имею в виду, а вообще, бытовой жизни. Мы не говорим друг другу истину в бытовой жизни. Компромиссируем с Юлием. Мы видим, люди, что Юлия, мы нигде это уже не замешаем. Это как вчера Клаунин сказал, мы нигде не замешали, что девушки неправильно сделали. Мы уже не замешаем. Мы все такие. Только истина прогоняет тьму. Освобождение возможно только тогда, когда человек познает истину. Но если человеку никто ничего не говорит, он остается таким, каким и был прежде. Иезекииль, 3 глава, с 18 по 21 стихи. Когда я скажу беззаконнику смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника, от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. И я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен. И ты спас душу свою. Знаете, недавно одна девушка пришла, она была у меня дома на уединении. И слава Богу, что она была. То я ее увидел. Я говорю, а куда ты пропала? Потому что она даже у меня как-то работала в офисе какое-то время. Она говорит, а я ушла из церкви на два года. Почему? А потому что я видел, как вы делали кому-то замешание за цены, исправили. И я всегда боялась, что до меня доберется рано или поздно, и что вы мне тоже сделаете замешание. Представляете, человек боится замешания и убежали церкви. Я говорю, и потом что? Ну, я пошла в ту церковь, а потом пастор мне сделал замешание, и я оттуда туда ушла. Я говорю, а потом что? Ну, отсюда тоже ушла, потому что я, ну, пастор мне что-то, но исправил. Шесть церквей исправил, ну, вмияло, только потому что пастор делал замешание. Если пастор, то пока пастор, у сухари, сухари, уу, ареши, и заглаживали. Самый лучший, ну, служитель. Только что ругают или исправляют, что луве просто исчезает меня из церкви. И у нас, даже некоторые семья, я слышал такое, что есть семья, где никогда не наказывали детей. И дети, которые выросли без наказания, они начинают думать, что если кто-то их исправляет или ругает, что их ненавидят. и эти дети становятся не нормальными, не адекватными в обществе. Потому что они убегают от проблем. А проблема, они же счастье жизни. Они не привыкли терпеть боли. И мы все боимся кого-то ранить. Ой, вдруг я лучше буду ранить. Я тоже боюсь когда-то кого-то ранить. Теперь я буду лучше его ранить. Хотя я стараюсь не ранить все-таки. Но, я скажу, хочет раниться, пускай ранится. Я со своей стороны сделаю, как можно культуру, как можно загнувать. Загнувать. Это хорошо, донести хорошо, красиво. Если не глупитесь, то пускай ранится. А потом очнется. А что ты вернулась? А потом ушла? Ну, я уже поменял шесть церквей за два года. И кто-то меня случайно пригласил, чтобы я переводила здесь, потому что они даже не знали, что я ушла из церкви. И звонили мне переводить. И я пришла и попала на летний пост. в прошлом году, где вы говорите об отношении отца, ну, отцовства, и что отец должен наказать. И я первый раз поняла, я читала в Библию, ну, через проповедь, она поняла, что слушай. Может быть, он не такой плохой, как я думал. Пастор, вы знаете, это вот такое превратное понимание любви вообще, Божьей. Потому что любовь это взаимосвязь противоположностей. Это жертвовать и что-то получать. Это чего-то лишаться и что-то приобрести. И я думаю, что проблема у этой сестры не в вас. Она просто не поняла, что такое любовь Божья в своей полноте. Что Бог, он поднимает, он взращивает и он потом наказывает. И я считаю, если мы любим друг друга, а мы благословенная церковь, мы должны вот эти две грани в себе развивать полноценно, и тогда у нас не будет превратного понимания пастырства, церкви, у нас не будет таких экспертных служб наподобие, что здесь нет любви и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я, допустим, считаю, что у этой сестры проблема в том, что она не познала любовь Божью, любовь Отца. И когда пастыр начал развивать эту грань, она просто попала под это и начала бегать, а убедилась, что везде оказывается такой метод, и поэтому побегала, побегала, закончилось гастарбайтерство, и она вернулась. Слава Богу. Пусть Бог ей поможет. Когда мы не говорим правду, молчим. Не говорить правду в глаза и молчать, это поощряет отсутствие любви к истине, поощрять неправду. Это то, что я заметил среди нас. Кто из вас знает, что в нашем народе, допустим, ну, да, кто-нибудь подойдет сюда. Допустим, он бьет жену, или, допустим, он просто или одет что-то некрасиво. Вы знаете, что наш народ делает? Все заметили, все заметили. И за спиной, ему никто ничего не говорит. Но за спиной все его друзья и подруги обязательно обсуждают это. Знаешь, что он делает? Знаешь, что Николай делает? Вот это, ой, как он мог? Вау! Он же ходил в церковь, он же... Но ему лично никто не говорит, что это любовь к истине. Это не только у него нет любви к истине, потому что мы боимся, что он его спримет. Какое твое дело, как он воспримет или не воспримет? Ты лукавый человек последний. Ты последний лукавый человек. Если ты не хочешь ему говорить в лицо, ты только за спиной, ты лукавый человек. Если ты уже будешь говорить за спиной, говори тоже в лицо ему. И это у нас практика очень распространена. Обсуждать человека, говорить за его спиной и ему не говорить. Проблема. Не говорить правду в глаза, молчать, это поощрять отсутствие любви к истине, поощрять неправду. Наше общество настолько отошло от истины, что если человек начинает говорить истину, он становится врагом народа. Чаще всего люди малодушествуют. Мы не говорим истину в глаза людям, но зато за глаза мы обсуждаем их недостатки с другими людьми. Чувство и реакция человека, а вдруг он обидится, для нас важнее истины. Сам факт истины не имеет для нас значения. Нам намного важнее, что люди подумают и что человек почувствует. Истина не есть наш стандарт. Стандарт. Истина должен стать стандартом. Точки, откуда я действую. То, что продиктует все мои действия и поступки. То, что побуждает меня в действии. Я не считаю, то есть, ну, как вам сказать, Господи, помоги мне. Сможите все на меня. Зашестую мотив нашей действия, или не мотив, какое правильное слово, точки, отправной точки, о, отправной точки наших поступков и действия исходят из а что человек подумает. Или, а как не, как я себя буду чувствовать. А мне будет удобно или нет. Это никогда не должно быть нашей отправной точки. Отравной точки любого нашего действия и любого нашего поступка должно быть а как истина. А что Бог? Это должно быть отправной точки. Как истина. Даже если при этом не будет неудобно, лучше, я выбираю сторону истины. Даже при этом если не будет больно, я призываю действию со стороны истины. Даже если при этом человеку будет неудобно, я занимаю сторону истины. От правной точки. Всех действий, мыслей, все поступки, всех шагов, вот это должно быть отправной. Это то, что диктует, продиктует всех наших вообще образах жизни. Должна быть координарная точка, точка опоры. Точка опоры есть истины. Где истина, это точка опоры. Вот допустим, у меня всегда я с любви работал, всегда происходит разбор какой-то. Допустим, два человека пришли жаловаться на друг друга, и человек считает, что я должен защищаться. защищаться, когда ты реально видишь, что люди говорят правду. А мы этим защищаемся, потому что не больно. То есть боль, значит, надо защищаться. То есть боль есть наши точки отправной точки. Боль есть то, что диктует наши действия. значит. Или боязни боли, или попытки избежать боли, есть то, что продиктует наши действия. А это не так должно быть. Наоборот, это оправной точки должно быть истинно. Даже если будет больно. Дальше. пример. У девушки неудачный макияж, но окружающие молчат и никто не говорит ей об этом. Ой, 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 ой. У меня такая история была с одной из нашей сестрой однажды. Боже мой, целая трагедия. Ко мне пришли домой, но между прочим, одна девушка, которую я лично считаю самой перспективной. Моя жена ее так любит. Мне уже рассказывали о ней наверное два года. Она ее готовит для серьезных вещей. И я по этой любви. Ну, потому что я не знаю, что планируем для нее. Ну, потому что перспектива большая у нее. Она очень способная. Очень ну, я ее вижу как потенциал. Но мне все равно. И я хотел, я думал, я делаю благое дело. Оказывается, страшное дело, я сделал. Нарвался, я не на шутку, короче. и я просто думаю, что для меня это как комплимент. Оказывается, что мы готовы принимать комплименты, но исправление мы не принимаем как комплимент. на самом деле, исправление больше комплимента, чем комплимент. Вот для меня мои побуждения в тот день было, вот допустим, они были двоем, две девушки, я одной сделал комплимент, потому что действительно было за что, да? а второе, которое мы ставим, на которое у меня большое уважение, для меня это тоже комплимент я делал, ну, моё побуждение такое, но я думаю, что я делаю ей еще большего комплимента, потому что я ее исправляю, чтобы она еще стала лучше. Как начало рыдать, как начало рыдать, я вообще был в шоке, но мало того, это даже не самое страшное, а далее он говорит, тем более, она за месяц мне говорила, чё ты мне н matière исправляете? и потом я ее говорю, даряга, ты же, я не сказал что я не исправляю, что я тебе исправляю. А на немец так плане не плане макияж а я другом и мела виду а я джи а шучу бибила хорошо это амитаби в другом и третим четвотом я та вижу и что вы думаете а йоди подруга сидела рядом ана защитни сародине защит мировой пролитариат системерный возмутитель она стала она думает что она поступает по истине а ну потому что надо же ступить за подругу ну потому что все же солидарность да она стала и стала меня воспитывать короче пастор как это так вы ей говорите при всех замешаниях но она вообще-то хорошая девушка может быть сейчас но она ее выбор я говорю хорошо ты хочешь ты такая подружка да я говорю теперь скажи мне перед богом перед богом ты видел ее это самое как она видела да видела ты перед богом только признайся ты не хочешь сказать что ты ни с кем не обсуждала это ее макияж между подругами ты хочешь мне сказать что этого не было ага заглохла почему потому что потому что все же меня таки не имею я не такой я знаю что она подругами другими абсолютно но а тут не стали комментировать но они только ну я уже их не стал перебивать но они не уловили что я хотела сказать они все начали комментировать что они плакали что пастор действительно тебя любит ну он но не это надо было корректировать им надо было ну подшеркивать любовь к истине что та подруга пытается загладывать замять место истины надо было не то что он тебя любит пастор надо было подшеркивать истину и помогать той подруге понимаешь что слушай ты наоборот помоги донеси до твоей подруги что ну ну надо было один на один я говорю представь что я посмотрите сколько вас сколько я раз вас вижу в год или вообще в месяц один на один я уже забыл только о тебе и думал чтобы один на один да мы же не видимся что я буду один на один мне сто лет будет даже я еще и не успею короче вот это у нас есть такие мы не говорим друг друге но зато мы все подружками обсуждаем это же не любовь а та бедненькая думает что она меня любит не пастор меня любит раз пастор исправил значит он меня не любит а вот подружка которая защищала вас значит она меня любит ну представь какое заблуждение ну слепота ну полная загадная национальная вообще зато тебе же смеются эта же подруга с тобой эта же тема разговора только ты об этом не знаешь понимаешь и кто-то тебе подсказывает чтобы ты стал лучше и после этого я на нее смотрю она всегда теперь то я поплакала вроде бы я плохой но зато исправилась и стала вот такой короче поехали пример у девушки неудачный макияж но окружающие молчат и никто не говорит ей об этом никому и в голову не приходит что истина поможет ей стать лучше люди рассуждают с позиции душевности как она будет чувствовать себя в этот момент не задумываясь о ценности истины душевность это бесовское проявление душевность это думать о том как чувствует себя человек в то время когда ему было замечание его чувство высшей истины вот наша проблема чувство высшей истины дальше наше Душевность, толерантность по отношению к добру и злу размывает границы. Если не определить четко, что является нормой, то легко идти на компромиссы. Отсюда исходят корни гомосексуализма. Иакова 3.15. Всякая душевная мудрость, земная душевная бесовская. В нашей культуре, если кому-то делают замечание, то принято либо жалеть человека, которого дисциплинируют, либо осуждать того, кто поддерживает делавшего замечание. На самом деле, когда делал кого-то замечание, прежде чем жалеть, надо пощекнуть. Ну, давайте, давайте, два, три человека. Подойдите, пожалуйста, чтобы одна девушка хотя бы была в своей дыне. О, три человека, я спросил. Или больше. Да. Вот, допустим. Я верю, да? Я ругаю верю. Или исправляю верю. Дело замешане. И она краска не идти плащи. И тут... Как ты говоришь? Лена. Лена. Продолжение следует... Это же ей не поможет Какая правильная реакция Правильная реакция это Чтобы сначала Прежде чем жалеть Сказать Ленушка Слушай, мы тебя любим Но послушай, что пастор сказал Объясни с другой стороны Пастор, допустим, сказал Тебе нельзя было прийти сюда И не попрощаться с матерью А ты должна была сказать Слушай, Лена У меня была подобная история Меня тоже пастор когда-то исправлял Или, допустим, у меня тоже было такое Я уехал, не попрощался с мамой Я не видел Последствия А потом я приехал и понимал Что мама получила инфаркт От переживания Поэтому, может быть, тебе сейчас не понятно Что мама говорит, но учись моего примера То есть, поддержи истину с начала А ты должен говорить Что, Ленушка, слушай Может быть, ты не все сейчас понимал Но я вижу Я вижу, что пастор сейчас говорит Что на самом деле Если критично посмотреть Если, ну, с другой стороны смотреть То увидишь, что там есть зерно истины Ты бери эту истину И ты увидишь, как это тебе поможет А потом только Мы тебя любим И уже как-то ты Селуй Там Обнимайте И так далее Но это уже после того, как Мы убедились Что нам удалось Достушиться Общими усилиями На позиции истине А вы знаете Что кто-то другой говорит Допустим, третий человек Подойдет Ну, нет Это не похоже на червя Который Да А он Допустим, говорит Ну, как же так Я стою со стороны И смотрю Пастор Ей делает замещание Добивает И эти тоже добивают ее Добивают И он Тоже добивает Есть же такие Тоже Которые Они и добивают Как же они бездушные Мало того, что Пастор Вместо того, чтобы Желеть Они все еще и добивают Вот Позиция Доносения истины Он воспринимает Это как добивание Представляете До чего мы докатались Докатились Потому что И от правной точки Нашего поведения Его поведение Не тот факт Что это истина Или не истина Не истина Диктует ему Его реакции Его чувства И его действия Не истина диктует А диктует Жалость Чувства Молодушие И не важно Что это истина На самом деле То, что Пытаются донести Он не видит Эту истину Он ставит Истину На второй план Как неважно Какая разница Но человек Жит Истина Есть Бог Бог Дороже Человека Бог Веще Человека И истина Всегда Позже Человека Не уловили Поняли Объясните Своими словами То, что вы Поняли Я так понимаю Что когда делается Завещание Когда мы слышим Когда мы слышим Истину Мы должны Занимать Позицию Истины Не жалости Не чувств Своих А позицию Истины Потому что у нас Всегда есть выбор Или же проявить Свои чувства Или же отстаивать Истину Мы должны Отстаивать истину И стоять На ее стороне Две позиции Ваша позиция Это одна Его позиция Это другая Вот это Тоже еще Объяснить Наша позиция Мы с Андреем Занимаем Позицию Истины Мы В любви Пытаемся Сестре Показать Что пастырь Он сказал Правду Истину И Не то что И эта истина Она ей поможет Как когда-то Возможно Помогла и мне А брат Он хочет Проявить Жалость Он хочет Проявить Чувства И осуждает Не только Пастыря Который его Корректирует Но также И нас Которые Отстаиваем Истину И занимаем Позицию Истины Я увидела Действительно Две реальности Которые сейчас Есть в мире Есть теория Гуманизма Которая ставит Человека Его чувства Превыше истины А есть Теория Наша Теория Бога Это христианство Это когда Истина Она превыше всего Даже Бог говорит Что я свое слово Поставил Превыше всего Истину свою Поставил Превыше всего Поэтому Когда я смотрю На человека То я Прежде всего Поднимаю Истину Над ним Над этой ситуацией И тогда уже могу И проявить Любовь к человеку С позиции Истины Это и будет Истинная Любовь Нам надо Занимать Ту позицию И дать Возможность Семени Как вы говорите Пастор То есть Ну да Ну да Ну как бы Ожесточение Ожесточение Сердца Получается Ну из-за Нелюбви к истине Получается Он не любит Истину Он закрыл Задний план И смотрит На действия А он считает А он считает Что не то Что он не любит Истину Что истина Это потом Это не важно Это не так важно Что вот человеку плохо Вот человек плачет Ну ладно Истина Но вот человек Предает Ну Я укашаю А А А А Я пастор понял Что Когда вы делаете Например Замещание Сестре То Моя позиция Если у меня Отсутствует Любовь к истине Я начинаю Ее Сестру Либо брата Жалеть И Обращаю Ее Внимание На ее эгоизм То есть Я В этот момент Говорю о том Что Да То есть Я являюсь Питательной почвой Для ее эгоизма И Получается Что в этот момент Я бросаю тень На вас Как на старшего И бросаю тень На истину Которая есть Абсолютной Вы знаете Я сказал сам себе Что истина Это есть мой гост Это есть мой стандарт Вот И таким образом Если я начинаю Его Либо ее жалеть Я Бросаю Семена Сомнения В вас Как старшего Который обличает ее И на истину Что Это не есть главное Таким образом Акцентирую ее Внимание На ее эгоизме На ее чувствах И себя любви Молодец Спасибо Еще должна быть Лена Рево Абия Оля Рево Присоединяйтесь Вы оставайтесь Пока Продолжаем Поведение Номер один Жалеть человека Которого Наказывают Проявляется Или вам надо съесть Мы можем вам стулья Принестите Им стулья Сюда Братья Ага Проявляется Ложная солидарность И круговая порука Это Ложная Солидарность И это Круговая Порука Люди Подсознательно Сплочаются Вокруг того Кого Дисциплинируют Считая Что надо Противостоять Представители Власти И прикрывать Друг друга Вы наверное Молодые Наверное Вы не в курсе Сейчас Я слышал Что на заводах Когда директор Делает замечание Вот он прав Что коллектив Зачастую Вы в курсе Об этом Вы жили в то время Или до сих пор Это есть Сейчас есть И что есть Вот это понятие Круговая порука Когда Антия Директор Прав Он же директор Он же платит им зарплату Он Ну Он Он Вообще Он обеспечивает им Вообще Существование Я слышал Я слышал Что эти Допустим Директор Его ругает А потом Он уходит И все Начинают Говорить А директор Ты не обращай Внимание Это он А перед ним Вот Вам это все Знакомо Нет И я Слышал Что в церквях То же самое Пастор Одно говорит Люди Разворачиваются Я говорю Ну ничего Он Он не въезжает Он жестокий Он не понимает Нас Не спи Дорогая Прошу прощения Улетай Если кому-то Если кому-то делают замечания То независимо от того Справедливо оно или нет У большинства людей Включается программа эмоций Сочувствовать Жалеть Сгладить замечания Вместо того Чтобы поддержать истину Таким образом Мы вычеркиваем Ту истину Которая Говорится Человеку Потому что Для нас Главное Не истина А душевные Взаимоотношения Лишь бы Все было Тихо Мирно И ничто Не нарушало Внешний покой Проблема Проблема Ага Пример Шедловского Когда лидерами Церкви Посольства Божьих Которое Он тогда Принадлежал Ему были сделаны Замечания Епископы И другие Поддержали Шедловского А я не Я не мог Понимать О чем речь Когда это произошло Дело просто в том Что Шедловский Был здесь Служителем Да И он начал Распространять Какие-то Ушения Которые Были сомнительные Ну Ну И пасторы Собрались И сказали Что надо Его дать Маратуру Как мы ему Дали Маратуру Или Да Мы ему Дали год Маратуру Чтобы он Не проповедовал И не ездил И просто Ну Чтобы он Успокоился Наказали Как бы Да И когда Кринс Капитал Произошло Он Воспространство Он Первил Вешал И Реан Гаварит Ни Правду И Веступил И Везен Что Брат Зел Пасторы Они Не Вестели Правду Гаварит Со мной Вестели Они Вестели Рас Его Накно Обижены Вешал Отсюда Значит Надо Обижены Вах Ну Пак И Все Най Восторг Обиж Его Обидели Он Выносит Эту Правду Я Не могу Эта Логика Понят Но Как Это Обиж Нет Вы Не Вестели Он Правду Гаварит Раз Он Обиженный Раз Он Так Говорит Саша Все Надо Обиженного Есть У нас Такой Народ Или Нет Это Есть Круговая Порока Ну То Есть Представьте Себе Это Как У меня На Суде Сейчас Ну Суды И Так Дел Говорят Вы Ну Проверяйте Что Это Было Или Ну Раз Люди Потеряли Квартиру Значит Что Там Было А Было Лили Ну Что Наверное Было Было Лили Ну Проверьте Бумаг Ну Что Там Проверяйте Ну Люди Пострадали Истина Неважно Если Кто Ну Пожаловался Или Что Значит Все Дальше Когда Лидерами Церкви Посольства Божьих Который Тогда Принадлежал Шудловский Ему Были Сделаны Замечания То Епископы И Другие Поддержали Шудловского Не потому Что Он Был Прав А потому Что Нужно Сплотиться Ополчиться Вокруг Того Кто Подвергается Наказанию Пример Другой В реабилитационном Центре Лидер Делает Замечания Пытается Закладывать Новые Истины В человека И тут За него Заступаются Десять Товарищей Это же Жестолка Вы пришли Забитые Медвые Наркоманы Ну Тебя Подобрали Забора И Лидер Твой Среди Ребята Делай Замечания Одному И Все Вчерашнего Бомжа Начинает Собраться Против Лидер Но Как Можно Вместе Чтобы Подезжать В любом Обществе Подезжать Лидеры Говорят Тебя Тебя Наползают Им Не важно Желеть Но Как Можно Потому Что Оказывается Что В нашей Стране И В нашей Культуре Я Это Не Знал Я Чем Здесь Вирус Что Если Подезжать Начальника Значит Ты Как Там Говорят Стукаш Продаж Или Как Говорят Честорка Значит Стал На Сторон Власти Значит Что Там Вошедь А Если Он Поистине Стал Не важно Что Сторона Он Поистине Стал Мы Живем По Понятине По Истине Мы Живем По Понятине По Истине Мы Живем По Понятине По Истине Друзья Дальше В реабилитационном Центре Лидер Делает Замечание Пытается Закладывать Новые Истины В Человека И Тут же За Него Заступаются Десять Товарищей Это Жестоко По Отношению К Человеку Мы Ставим Его В Неудобное Положение Эти Десять Не Любят Истину Хотя Они Должны Быть Озабочены Тем Является Ли Истиной То В чем Корректирует Человека Поможет Ему Это Или Нет Если Лидер Не Прав Это Другое Дело Но Даже Если Он Не Прав Ты Не И Не Права Поднял Голос Или Поднял Руку На Лидера Пойди К Его Лидеру Скажи Пиши Письмо Или Что Но Ты Не Им Права Но У нас В подсознании Живет Своего Рода Утверждение Нужно Защищать Своего Этим Мы Оказываем Медвежью Услугу Человеку Которого Оправдываем Он Утверждается В собственной Правоте И укореняется В том В чем Ему Нужно Все Проблемы Общества Воровство Преступность Коррупция Потому Что Если Ну Я Тебя Защитил Когда Меня Поймали Что Я Воровал Собственного Ну Собственного Завода Значит И Тебя Защитит Следующий Раз Значит Мы Ну Круговая Порока Порока Когда Человек Находят Сочувствующих То Он Уверен Что С ним Все В Порядке Что Неправ Как Раз Тот Кто И Справляет Представляет Дело Виноватого Человека Который Утверждает Истину Но Каком Обществе Вы Знаете Наши Друзья Они Которые Запада С Америки Они Как-то Часто Говорят Ну По Сосону Вам Повезло Потому Что Украинцы Они Такие Уже Подготовлены Шисти Уже Коммунизм Подготовили Поэтому Вам Так Легко И Мы Привели И Привели Вот Один Пример Только Им Что Когда Машина Едет Что Родители Предупреждают Другую Машину Что Гаисты Как Я Так Предупреждаю Не Можете Такого Они Говорят В одной Стране Мира Такого Они Можете Ага Я Говорю Ашнитесь Я Вам Еще Другое Скажу Если Пастор Или Руководитель Рэп Центра Или Директор Завода Наказывает Другие Сатрудники Которые Там С ним Уходят Из кабинета Директора Утещают За то Что Его Поймали Директор Его Лугал Начинают Ни Директор Падежа Ни Ему Облечат Ни Его Облечат А Утещат Ноним Шиво Ноним Шиво Это Ставен Ну Он Такой Сикой Директор Истина должен стать единственным стандартом для нашей реакции, для наших действий и для наших поступков. Когда человек находит сочувствующих, то он уверен, что с ним все в порядке, что неправ как раз тот, кто исправляет. И эти твердыни в разуме уже трудно поколебать. Люди ищут поддержку, потому что знают, что все вокруг так же лукавы и будут жалеть, поэтому можно искать сочувствие. Поведение номер два. Осуждать. Если руководитель кого-то исправляет и кто-то из коллектива начинает его поддерживать, то считается, что такой человек шестерка, заискивает перед начальством, подлизывается или выпендривается. Вот представьте себе, я здесь у себя в церкви, верующим, читал проповеда почтения, что почтение поднимет тебя на любой уровне, что посчитай руководителя, посчитай, служи ему, помоги ему исполнить свое ведение. Вы знаете, что меня начали обвинять? Пастор, учить, подлизывать, или как там говорится? Подлизывать. Подлизываться. 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 Я говорю, истина! Бог говорит, посчитай властей. Истина! Мне не важно, что страна задумает. Посчитай. Посчитай, сарей! А они поймут. А если неправильно поймут. А если подумают. Пускай думают, что хотят. Истина! Стань на стороне истины. Как же правильно доносить истину? Мы потом дойдемся туда. Вот, иди сюда. Очень хорошие мисли у тебя по этому поводу. Давай, разное. Все, все, все. Добрый день, дорогая церковь. Меня зовут Ольга Ривок. Я из города Львова. Мой пастор Леся Олексюк и пастор Синенко Руслан. Вчера с пастором мы ехали в машине. И я просто, ну, я просто, ну, я з пастором вчера ехала в машине. И, ну, просто висловила свої таки роздуми над той ситуацией, яка вчера сталася з нашими сестрами. И у меня таки кілька идей, я бы хотела с вами поделиться. Вот, перше, що я помітила, що виправлення конкретної людини, якщо, наприклад, пастор робить виправлення, у нас стосується конкретного випадку. Тобто, якоїсь ситуації, якогось вчинку, а не конкретно людини, її як особистості. Тому що ми, люди, в принципі, сприймаємо все на свій рахунок, так, на свой счет. І якщо мені роблять зауваження, я думаю, о, все, я вже погана, я, знач, я неправильний християнин, і взагалі мене ненавидять, мене не люблять. Ну, це взагалі не істина. Істина – це те, що Бог створив нас стих добрими, що Бог нас любить. А те, що я зробила щось неправильно, це є факт. І мені просто треба виправити те, що я зробила неправильно, але не думати, що я погана, впадати в депресію. Я, знаєте, займалася спортом професійно, і у нас був такий тренер, який постійно на нас кричав, постійно, ну, не скажу, що пронижував, ну, хто би попав з боку на тренування, він би подумав, що у нього не всі дома. Тому що у нас були настільки інтенсивні заняття, що, ну, ми просто пищали там. Але я вам скажу, що саме ті люди, які попадали під гарячу руку, вони мали найбільший ріст. Тому що тренер, ну, як він бачив, що я щось неправильно роблю або роблю недостатньо, я робила в це 10 разів більше, ніж звичайна людина, яка ніби там десь, ну, пропустив, він її пропустив. І це призвело до того, що, наприклад, я зараз майстер спорту, а та людина, яка просто там ходила, займалася і втікала, ну, десь, щоб не попасться під гарячу руку, вона, ну, не знаю, де вона є. Це такий просто яскравий приклад, і я думаю, що люди, які мали якийсь, ну, в принципі, дотичність до спорту, або до, коли в тебе є наставник, вони розуміють, що це таке, коли в тебе наставляють. Це настільки така милість. І зараз я, правильно, перехожу до своєї другої думки, чому, коли мене виправляють, це милість, а не трагедія. Я виділила кілька пунктів, наприклад, якщо у вас є лідер або пастор, який вас виправляє. По-перше, це, скажімо так, велика жертва зі сторони цієї людини. Наприклад, якщо сьогодні пастор Сандей, наприклад, вчора виправляв нашу сестру. А людина з надзвичайною зайнятістю, людина, яка підпорядкована якомусь графіку, зупиняє все для того, щоб показати якийсь приклад, ну, виправити, показати на мою помилку, це означає, що, перше, ця людина в мені зацікавлена. Друге, ця людина бачить в мені якусь перспективу, що взагалі на мене варто час витрачати. Третє, це означає, що ця людина, ну, мені потрібно довіряє, тобто, що я не ображуся, що я візьму цей урок, я його застосую і я виправлюся. Це означає, що пастор має надію взагалі на мене. Я от таку ілюстрацію вам приведу. Скільки раз, можливо, ви бачили якісь фільми, і завжди в лікарів є така дилема в фільмах, на кого витрачати якісь, наприклад, останню дозу крові, на ту людину витрачать, на яку є шанси, чи на ту, яку не має шансів. Звичайно, на ту людину, який є хоча б шанси на життя. Так само і пастор, він останню, скажімо так, дозу крові віддає, тому що він бачить, що в нас є шанси на життя, він бачить, що в нас є перспектива, він бачить, що в нас є якась можливість донести цей урок і поділитися потім цією здоровою кров'ю з іншими людьми. Я сподіваюся, комусь допомагаю. І ще один такий дуже короткий приклад. Пастор, як є пастор Отари, він призначений не тільки пасти Отару, не тільки годувати її, не тільки слідкувати, але і стригти. Тому просто відноситься до цього, як до основної обов'язку пастора, нас виправляти, тому що якщо вівця не буде обстрижена, оця стара вовна, вона просто буде перша, вона буде постійно брудною, вона буде рости, і сама вівця, вона може заплутатися в тернах, і вона просто гине. Ну, в горах вона гине, вівця. Ну, і ще одна така моя висновок про те, чому ми не хочемо сприймати якісь виправлення, і ми цього не любимо. Це все-таки, як пастор вже казав, це якісь емоції, які мене переповнюють, закривають повністю моє сприйняття, і чому цього робити не можна. Тому що, ну, оцей дорогоцінний дар, який нам пастор дає, от візьми і стань кращою. Ми просто самі себе відгороджуємо від нього, і результата від цього немає. Ми просто витрачаємо потрачений ресурс життя, тому що пастор міг би розвиватись далі, він би міг би вкласти в когось іншого цей ресурс, а ми його просто безнадійно витратили. Тому оце себелюбство, що таке взагалі себелюбство? Це ми, коли ми любимо себе, я зараз вам прочитаю визначення зі словника, я спеціально просто підійшла до цієї теми як пастор, він би з усіх сторін, то вчуся. Це почуття власної гідності пов'язане з ремним ставленням до думків про себе навколишніх, з усвідомленням важливості свого фаху, роду занять тощо. Тобто, виходить, ми підходимо до себе так, щоб ми в очах навколишніх виглядали важливими, поважними, класними, добрими. Тобто, як пастор казав, не істина є. От, наприклад, я як професіонал зробила якусь помилку. Ну, є в нас часто лікарі роблять професійні помилки. І, до речі, в лікарів це теж таке є, кругова порука. Ще жодного разу не визнали, що якийсь лікар вчинив помилку, і через його помилку померла людина. Тому що, якщо один лікар це зробив, всі решта його покривають, і жоден лікар не напише на свого друга, що він дійсно допустився помилки. Є таке поняття, як ображене самолюбство, хоробливе самолюбство, і тішите самолюбство. Коли ми тішимо своє самолюбство, о, як ласкна, мені добре, мене пастор похвалив, але, ну, коли з іншої сторони нас починають рубати, як то кажуть, наше самолюбство стає ображеним, і тоді, ну, ніякої користі від того ми не отримуємо. Тому я думаю, що нам, перш за все, потрібно подивитися на себе всередину, і побачити, чи ми все-таки тішимо своє самолюбство, чи ми стараємося жити поістині. І, ну, це такі думки, які я хотіла би висловити. Думаю, що допомогло. Дякую. Дякую. Дальше. Істина превыше всього. Сначала потрібно підтримувати позицію істині, а потім підтримувати людину. Главне – повиноватися істині, а не то, як буде реагувати людина, як він розпримує наші слова. Це вже його проблема. Як же потрібно сообщати істину? Говорити істину треба не унижати, а з почтенням і уваженням к чоловіку. Це важливо. Якщо хто даже должен делать заміщання, чи исправлення, чи коррекцію, треба це робити найвищемо почтенням к цьому чоловіку. Дякую. 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 Кажуть може йому добру. І хочеш тим послужити і пом回лувати йому. Основным мотивом должно быть желание добра человеку. Любой чоловік буде багатарен за слова істині, якщо він знає, що йому желають только добра. Але якщо це робити, щоб опозорити людину, це буде чувствуватися. К сожалению, часто, когда мы исправляем других людей, чаще всего, к сожалению, мы этим самым хотим показать человеку, что я люблю тебя. Я святее тебя. Я более праведный, чем ты. Вот ты не гадай, а я вот, и какой я человек. А это нет. Даже интерес должен быть только в одном, служить человеку. Не помочь человеку. Ни истину ради истины, а ради человека. И надо еще эту истину подавать так, чтобы человек воспринимал ее. Допустим, однажды, когда мы приехали домой, два, ну, селая команда людей, и среди них была мужей женат. И эти ребята, пока они стоят две недели назад, или, ну, меньше, двух месяцев. Была трагедия в этой семье, потому что жена изменяла мужа. И муж этот, он очень злой на нее, и, короче, он из-за этого задумал свои теории. Ну, конечно, то, что он изменяет для него, это не проблема, конечно, но ничего. То есть, и он говорит о том, что я с ней разведусь, потому что она гулящая, и она никакая, никакая. Но, и тут, а это мужское собрание, и тут все другие мужчины, которые уже долго в церкви, стали воспитывать его, исправлять его, и говорить, что, слушай, она бы не гуляла, если бы ты был хорошим мужем. Так и есть. И что женщина не уходит гулять тем более, если муж дает ей то, что надо. И, короче, они начали давать ему все мое учение на мужском ретрите. А он, ну, беснуется от этого, потому что он хочет утверждать, утвердиться, самоутвердиться. На самом деле, он искал столько поддержку. Ну, чтобы его жалели. Но мужчина же не говорит, жалейте меня. Мужчина начинает спорить и драться. А на самом деле, он отвечает, ну, она изменила меня, хотя бы, пускай кто-то поймет, и, ну, мою позицию, и, ну, и хотя бы меня пожалейте, ну, станьте на мою сторону, а вы, наоборот, говорите, я неправильно. Как это она изменила, а я неправ, вы говорите. Вот его логика. Как это она изменила, а вы мне говорите, что это я неправ. И я сидел, 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 видишь, как они спринжу с собой, дерутся, спорят. И я сказал, ну, можно я скажу? Я сейчас-то так, можно, Потом, я же, я скажу, ну, пастор, он сейчас говорит, ну, как-то, еле-еле успокоили друг друга. И я сказал, пастор, что вы скажете? Я сказал, принц, я говорю, ну, его зовут, что ли, Виталий, я говорю, слушай, Виталий, вы знаете, ребята, я сначала ругал наши, вы хотите, прямо кувалдой, эту, у истины, не то, что в рот, и в нос, и в рот, даже жире уши засунут. Видишь, вы, они, вы даже, вам даже, ну, как они сделали, им, вам, не интересно его чувство, вам не интересно, что он сейчас не готов услышать вас, вам не интересно, что он сейчас обижен еще, вам не интересно, то, что он сейчас боле, и кровотушит, вам важнее, блеснуть истиной, вот я же знаю, как надо, как правильно, ой-яй, добивайте бедняка, он, говорит, Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 как будто невинной вообще. И я держу ее вот за плечом, она, давай, ты станешь. Высокая такая. Я ее держу вот так. Я говорю, слушай сюда, она себя чувствует ужасно, потому что он же рассказал всем, что она гуляет. Я стал ей говорить, что ты принятая. Бог тебе так над тобой поработает. Ты станет такой красавец. Я тебе гарантирую, я буду работать над тобой. Вот мой помощник здесь, тебе сделай вот так, что он не шум, он же ушел, он же будет за тобой стоять. Я говорю, слушай, ты вообще хорошая девушка, но тебе надо украшать внутри, чтобы ты стала симпатичной внутри, сено с тями. Любовь к Богу, Бога боязнь и так далее. Я стою перед ней на колени и говорю, слушай, не смотря на все, что ты сделала, я даже стою перед тобой на колени, чтобы постиг тебе, дать тебе понять, что ты ценная, ты любима Богом, ты женщина. И, короче, пошли сапа служить, ну, разговариваться, а он стоит, он не может поверить, что она же грешная, она же не должна ее удругаться, а он стоит, а пасту перд, сам пасту перд, что она не хочет, а он еще и е... а он еще и е... а он еще и амия, а он... слушай, можно ли, что ты хочешь? Панеденник приходит, что вы думаете? Панеденник приходит. Ну, 27-30, и ты ж, мы не поедем, что ли? Ммм... слушай, но пастер говорит, что ты будешь друг, я передумал. я Я боюсь ее потерять. Истину надо уметь преподносить. Истину надо уметь преподносить. Еще раз скажи. Марк Туэйн. И я могу донести свою позицию, то молчать преступно. Но мы боимся реакции человека. Лучше говорить истину, которая причиняет боль и затем исцеляет, чем ложь, которая успокаивает, а потом убивает. Когда все вокруг поддерживают истину, то человек быстрее начинает понимать, что он неправ. Люди предполагают свои недостатки, но когда они осведомлены, что об этом знают другие, то люди начинают относиться к этому более серьезно. Притчи, 31 глава, 8-9 стих. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Саша, расскажи. Насколько мне известно, есть такие маленькие клещи, которые залазят в уши овец, потом они попадают в мозг овцам и убивают живых овец. И получается, что задача такого пастуха вовремя обнаружить таких вот клещей, таких блох, может быть, и достать этих клещей. Потому что возникает такая позиция, что овца нормальная, все хорошо, но оказывается, что маленькие вещи, попадая в ее мозг, убивают ее. Поэтому, ну, правильно говорила Ольга, что задача лидеров, тренеров, директоров, стричь овец. Пример. Делать замечания на глазах у людей. Руководитель делает замечания, исправляет кого-то, а сочувствующие вокруг начинают утешать. Вот люди часто говорят, что зачем, еще и публично. Как будто публично, это самое вообще, ну, большое преступление, которое может быть. А как же руководители иначе делать? Это, если лично, один на один, ну, вообще не, можно не публично. Но когда это руководитель, ему некуда деваться, ему надо быть коллективом, чтобы коллектив исправить, чтобы они учились, ну, по-другому руководителю делать замечания невозможно. Или пастору, человек, который ответственен за группу людей, или лидер в репсентре, лидер в общей группе, обязательно надо публично. Наоборот, даже в Библии написано на Тимофе, что замещание делает, служителю не один, ну, присутствует обязательно других. Свидетели должны быть присутствовать. Замещание делает только присутствовать. Дальше. А сочувствующие, в кавычках, вокруг, начинают «утешать», в кавычках. Ну, наставник тоже человек, он тоже может ошибаться. Если человеку сделали замечание на глазах у всех, то у присутствующих, как правило, появляется жалость. Можно было бы и не при всех сказать. Страх общественного мнения. Это может возмущать только того, кто не озабочен истиной. Истина не авторитетна для него. Единственным основанием для действий должна быть истина, а не общественное мнение. Если человек боится общественного мнения, что люди подумают, то у него нет любви к истине. Не стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не маяк, а блуждающий огни. Андре Маруа, французский писатель. Не стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не маяк, а блуждающий огни. Общественное мнение – это не маяк. Истина есть маяк. Общественное мнение – это всего лишь блуждающие огни. Именно речь идет о руководителе, о людях, которые ответственны за большое количество людей. Таким образом, пастор говорит не одному человеку, а на его примере учит и помогает всем собравшимся. Как же правильно реагировать на замечания? Самая главная задача человека – принять критику и измениться. Быть благодарным за то, что вообще нашелся человек, которому есть до вас дело, и он исправляет и учит вас уму-разуму. Изменить реакцию на замечания. Стараться понять, что тебе говорят. Это помогает воспринимать ситуацию со стороны и начать меняться. А также искать проблемы в себе, а не в других. Если что-то говорят, надо всегда себе задавать вопрос, что у меня есть. Мы можем искать проблемы в себе. Ты не можешь повлиять на другого, но ты можешь на себя повлиять. Попытка игнорировать истину. Каждый человек имеет и плюсы, и минусы. Но общество научило нас обращать внимание только на свои плюсы. Вместо того, чтобы обнаруживать то, что не так, посмотреть истине в глаза, и потом с этим что-то сделать, человек предпочитает спрятать голову в песок, не замечая очевидных вещей в себе. Очень счастлив. Мы не любим себя критиковать. Мы не любим смотреть правду в глаза. Мы не любим, you know, обнажать себя. Но других, зато мы отахнут на это делаем. Неспособность терпеть боль замечаний. Пример. Человек ушел из церкви, потому что пастор всем делал замечания, и дело могло дойти до него. Были ли справедливы замечания? Да. Но человек испытывает неудобство от того, когда ему делают замечания. Настолько отсутствует любовь истине. Когда его исправляют, человек чувствует себя так, как будто бы его ненавидят. Пример. Избавиться от всех зеркал в доме. Истина может быть настолько чужда человеку, что он избавляется от всех зеркал в доме и избегает любых зеркал в общественных местах. Если что-то режет человеку глаза, то он начинает отрицать это и старается не думать об этом. Что имеется в виду зеркала из дома? Это то же самое, что человек поправился, да? А я знаю таких людей. Прямо у нас здесь церковь. На ретрите была моя девушка, женщина. Она говорит, я последние 20 лет не имею зеркал в доме. Потому что поправилась, не хочу. Просто, ну, как бы, не хочу. Ну, как бы, ну. Этого нет. Этого нет. А потом, кто-то берет и говорит, я и обетом. Хочешь пахудеть? И я говорю, конфликт. Возникает. Я прикажу, я говорю, девушка. Если бы этот человек говорит... Она же предложила вам помощь. А где-то похудеть. Вот такое. Если бы... Если человек вам говорит то, что есть, факт. То, что вы не знаете раньше нее. Вы же сами это знаете. Она весит 120 килограмм. Она же вам говорит очевидное. И, может, это вам поможет. Если бы она говорит то, что его нет, тогда можно было бросаться в драку. Но тут же и очевидное. Она говорит, нет, даже зеркала у меня дома нет. Нет, это вы серьезно? Да. Я 20 лет уже как-то без зеркала живу. Но зеркала-то нет. Но это же не очевидное. Это же не убирает. А сусвец зеркала же не убирает весы. Не убирает истины. Отрисание истины не убирает истину. Если ты не хочешь это видеть, замешать другие видят. А когда другие начинают тебе об этом говорить, ты злишься. Хорошо, могу не говорить при тебе, но все равно за спиной тебе говорят. Поэтому поблагодарить, кто говорит тебе это в лесу. Не только за спиной. Вы уловили. И даже если ты уберешь все зеркало из дома, если у тебя удастся заставить все заморчать, это же не значит, что истина изменится. Лучше говорить, лучше обнаружить. Тогда уже будет выход. Другой пример. Если сказать полному человеку, что ему нужно похудеть, то он очень огорчится, как будто произошла трагедия, хотя ему ничего нового не сказали. Исайя 30, глава 9 по 14 стихи. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так говорит святой Израилев. Так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаруживающаяся в высокой стене, которое разрушение настанет внезапно, в одно мгновение, и он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воду из водоема. Отчаяние является необходимым ингредиентом для обучения чему-нибудь или для создания чего-нибудь. Джим Керри Отчаяние является необходимым ингредиентом для обучения чему-нибудь или создания чего-нибудь. Надо быть отчаянным за правду, на истину. Тогда будет изменение. Тогда будет меняться. Надо отчаянно жаждеть и любить истину. Тогда изменение возможно у нас. Первый вопрос. Что значит в вашем понимании любить истину? Что значит в вашем понимании любить истину? Второй вопрос. Если в вашем присутствии делается замечание кому-то из людей, то в чем заключается ваше лукавство? Если в вашем присутствии делается замечание кому-то из людей, то в чем заключается ваше лукавство, если вы просто пытаетесь отсидеться и отмолчаться? В чем заключается ваше лукавство, если вы просто пытаетесь отсидеться и отмолчаться, не предпринимая попыток обелить того, кому делается замечание, но и не поддерживаете истину? В чем заключается ваше лукавство, если вы просто пытаетесь отсидеться и отмолчаться, не предпринимая попыток обелить того, кому делается замечание, но и не поддерживаете истину? В чем заключается ваше лукавство, если вы просто пытаетесь отсидеться и отмолчаться, не предпринимая попыток обелить того, кому делается замечание, но и не поддерживаете истину? Не высказывайте свое мнение относительно происходящего и не поддерживаете точку зрения того, кто делает замечание. Не высказывайте свое мнение относительно происходящего и не поддерживаете точку зрения того, кто делает замечание. Теперь прочитаем целиком второй вопрос. Есть? Третий вопрос. В чем польза публичных замечаний? Здесь же. Почему не нужно избегать или бояться делать публичные замечания? Продолжение следует.